Он просто в шортах, если мы снимем в страны, у нас тоже будут. А он сейчас, кстати, показывает телефон вообще не использует. Конечно. Так я и здесь не использую. Пока не снимали. Слушай, погоди, ты первый, кто тянет за телефон, как бы заканчивал прием. Я не проверяю, потому что я звоню. А я не проверяю. Когда чувак заносил свою лебарду, чтобы ударить ему в ухо, я думал, что сейчас у меня на глазах впервые убьют человека. Я смотрел очень внимательно. Я думал, типа... Мне просто нужно ответить, извините. Разумеется, разумеется. Простите. Потрясающее везение. Отличный рассказ, Макс. Я даже не знал, что ты настолько впечатлительный. Всем привет. Добро пожаловать на Краспорт Кассел. У нас сегодня рубрика «Мы вспомним, как все начиналось». Мы сегодня поговорим про наши самые запоминающиеся бугурты, запомненные нами. Кто что помнит? Кто что еще помнит? Да. Напоминаем, что у большинства из нас уже история слилась воедино, но все-таки есть яркие моменты, которые каждый из нас постарается рассказать вам. Надеемся, вам будет это интересно. Вы знаете, я скажу одну маленькую штуку. Когда уже лет 10 назад меня спрашивали, кем ты работаешь, у меня первый раз выскакивала такая мысль, я работаю рыцарем. Ну, это то, чем мы занимаемся. Все, полетели. Погнали. Я расскажу. Значит, дело в том, что я могу сказать про много разнообразных бугуртов, в которых я участвовал. Я действительно участвовал в довольно большом количестве бугуртов, причем больших. Я расскажу про самый мне запоминающийся бугурт, которым я был. К сожалению, в тот год, накануне, мне сделали операцию по прикручиванию винтами передней крестообразной связки. И поскольку весь сезон я не мог ездить на эти мероприятия, потому что у меня была коленка, она восстанавливалась. Я отпускал слюни, как все ездили на Выборг, на Карелу, там, еще куда-то. Все ходил и смотрел. Как классно парни проводят время. И я поехал на тот фестиваль, на который я обычно никогда не езжу, да и не ездил после этого случая. Но просто выбора не было, очень хотелось куда-нибудь поехать. И Саня Рыбинский мне говорит такой, Леха, поехали с нами на Куликовку. Там будет так классно. Я знал, что там будет не классно, но выбора у меня не было, очень хотелось куда-то поехать. Чтобы вы понимали, Куликовка проходит в сентябре в Тульской области, и там довольно холодно спать. А люди, которые не потребляют алкоголь, им холодно вдвойне. Они просто умирают за эту ночь. И погода бывает такая, что просто льет дождь все это время. Нам повезло полностью. Такая погода и была. Не дождь, не холод. Был адский дубак, да. Был адский дубак, был постоянный мелкий дождик, как в Питере. Только он был очень холодный. Ну, в Питере-то теплый, конечно. Да, в Питере обычно лето, а в Питере теплый дождь. Или теплый снег. Но я как бы не унывал, потому что я же знал, я очень хотел попробовать свою новую ногу. И мы поехали в это мероприятие. Мероприятие было... Слушай, подожди, важный вопрос. Ты хотел попробовать новую ногу. Ну, как опытный человек, ты взял с собой старую ногу с собой? Да, я взял и старую ногу, все взял. В ком это было году? Это было в 2009 году, вроде бы. Да, в 2009 году. И мы поехали на такой странной компанию. Поехал я, Леха Рыжий. Это из Питера. И все. Все остальные были люди из Рыбинска. Люди из Рыбинска, чтобы вы понимали, там хорошо дрался только один человек. Саня Рыбинский. Все остальные были его, так сказать, подаванами. Нужно сказать, что Саня Рыбинский год назад был звездой на канале ТНТ. Не суть. Он был звездой много где и в разные времена. Ну, короче, дрался хорошо только Саня Рыбинский. А по количеству у нас было семь. Итого, смотрите, Саня Рыбинский, я, Леха и еще какие-то люди. И четыре человека. Да, которые были не очень. Вот, значит, мы приехали туда. Саня говорит, отличное место, смотрите, ставим здесь палатку. Там такая, значит, была лужа вот такая вот. Мы положили... У нас были с собой шатры. Шатры, понимаете? Шатер – это палатка без дна, чтобы вы понимали. Она ставится прямо в лужу. Вот. Мы тогда взяли, сократили количество шатров. Мы просто один шатер положили в лужу. А сверху поставили второй шатер, в котором мы спали. Началось все прямо с преодоления. Нам пришлось сделать такой человеческий кокон из спальников, чтобы мы не умерли от холода. Мы так сбились в кучу в этой луже и всю ночь переселись от холода. На утро наступило утро. Я оттуда выполз просто на четверейках на своей еле разгибающейся новой ноге от холода. И поползучи в сторону стоянки. Мы пытались разжечь огонь. Но поскольку дрова были сырые, дождь продолжал идти. А вот эти алкоголики, которые не умерли за ночь у костра, которого не было, они до сих пор еще были как-то функциональны. Я сказал, разожгите костер, черт побери, мы все умрем. В общем, когда мы еле-еле к среде разожгли костер и попытались съесть еду, мы поняли, что мы не успеваем ее изготовить, потому что начинается уже бугурт. Поев просто чего-то сухого, положив это в рот, размочив это водой. Воды было, да? Мы, значит, собрались и стали в строй. Из наших союзников была людинская сотня. Ну, это было... Не сотня. Не очень хорошо. А противников зато было дофига. Были украинцы, которые подъехали в огромном количестве. Были люди из Казани. Их было прямо много. Много. То есть по количеству нас было примерно столько же. Но тех, кто дерется, было очень мало. Мы тогда решили, что мы будем как-нибудь выживать. Ну, и всех их попытаемся победить. Вот мы вышли, встали на фланг. Проклятый дождь так и лил. Значит, мы стоим. И тут все началось. Значит, я поворачиваюсь направо. Секунд так через 15. И на скользкой траве большая часть нашего строя уже поскользнулась и упала. Слава богу, что их большая часть строя тоже поскользнулась и упала. Погоди, ты только не сказал. Ну, масштаб-то какой был примерно? Масштаб, ну, где-то было 40 на 40. Ну, то есть это был такой среднего размера бугуртик. Но не суть. Короче, ты понимаешь, да? На ноге после операции скользкая трава – это просто капец. Поэтому я держался за впереди идущего человека вот так за плечо. На рогачину я опирался, чтобы не упасть. И так его вот сбы атаковали. Не помню, как звали этого парня из Рыбинска. Я держался за плечо и шел за ним как на клюке. Когда мы подходили к тому месту, я не должен был драться. Я отпускал его плечо и начинал бить рогачиной. Начиналось опять поддвижение. Я хватал его и вот так вот мы шли. Погоди, я просто представляю, извини. Это было просто. Твое будущее. Ты идешь такой в бугурт, знаешь, вот этот вот. Вот палку вел. Мах! Макс, Макс, это уже было. Это было прошлое. Так вот, таким образом мы убили всех на нашем фланге. И нам нужно было перейти на левый фланг. Я такой ему говорю, допустим, Саша. Саша, налево поворачивай, пойдем. И мы с ним вместе идем. И тут какая-то тварь, по-другому мне не сказать, как он говорит, взяла. И этого Сашу завалило. И я остался на скользкой траве один. И знаете, было очень неприятное чувство, потому что все эти вот люди из Украины, люди из Казани, не использовали поножей. Они бегали шустро по полю, перемещаясь, им было хорошо. И как-то мы вроде договорились, что мы не бьем в голень, потому что у них нет поножей. И мы на эту фигню повелись. И вот я, в очередной раз поскользнувшись, раскорячился, оперся на палку, посмотрел налево, чтобы не упасть, поворачиваюсь, и человек просто с саблей тыкает мне прямо в глаз вот сюда. И попадает прямо в слезный мешок. Это, кто не знает, вот здесь около, прямо около глаза. И вот я такой, я понимаю, что этот чувак из Казани или какой-то из Украины, они были все в татарском, они просто шваркал у меня с саблей в глаз. Я такой думаю, ни хрена себе, я тут же забыл, что нужно не бить в голени. И стал их просто, короче, я сломал человеку голень. Вот. А самое интересное, это драма. У нас осталось там три человека. Я, Саня Рыбинский, еще кто-то. По-моему, Леха Рыжий как раз остался. И вот мы остались втроем, и вот на этой мокрой траве лежат люди, такие смотрят, как мы там героически. Я там, просто у меня из глаз течет кровь, я там все заливаю. Меня пытаются сказать, что все, все, садись. Садись, говорит, у тебя же из глаз течет кровь. Я сказал, нифига, сейчас они все лягут. И, короче, мы зарубили всех этих людей. Потом мне оказали первую помощь, пытались заклеить, но там никак не заклеить. В общем, потыкали ватным тампончиком в глаз, и вроде как стало получше. И вот я остаюсь с этим, у меня рожень вся кровавая, с истой кровавой рожью, и кричу, говорю, хватит падать, всем скользко, я вообще на одной ноге и с одним глазом. И все такие, типа, да-да, мы уже встаем, идем драться. И вот второй бой мы уже выиграли менее героически. Ну, то есть более, мы полномерно пошли и всех убили. Но вот этот первый раз, когда ты опираешься на одного человека с палкой, со вторым, а вообще в конце с этим глазом, просто был трэш. Вот это был мой самый забоевающийся. А тебе потом предъявляли за удары в голень? Никто не предъявлял, они смотрели на мой глаз, у них все вопросы большие. Кстати, возможно, говорит, вторая победа была менее эпична, потому что, говорит, у них стало однонодих больше. Да, мы прикончили минимум троих ноги. А у Лешиных моральная поднялась? Да, они видят, что как бы человек с одним глазом на одной ноге, очень опасен. Так ты же пират, получается. Короче, я был такой пират, Макс, я был такой пират. Я просто, я когда пришел вечером опять лечь в лужу поспать, я был просто, я такой, ааа, 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 сейчас я лягу в лужу и усну. Знаете, что самое главное, когда спишь в луже? Не переворачиваться, потому что, когда ты лежишь в луже, водичка, она нагрелась твоего теплого тела, а ты, когда перевернешься... Холодненький. Нет, Максим, водичка не нагрелась, лужа была слишком большая. Когда перевернешься, получается, твой бочок будет мокрый, ему будет холодно обдывать. Мокрым и холодным. Да. Так что не переворачивайся. Максим, мне кажется, ты теоретик, спай не в луже. Не-не, у меня есть опыт, я спал в луже. Может быть, не в такой, как бы, холодной, в тюрьме. Это был трэш. Мы реально, мы как, мы как, мы как, какой-то статные животные. Давай так, давай так, в этой луже я с тобой не спал, но ты помнишь лужи в Нюрнберге, допустим, да? Ну, в Нюрнберге было тепленько. Ну, в Краснодаре тоже потеплее. Короче, я хочу сказать, что я больше никогда не ездил на этот фестиваль, и когда меня другие люди ласково звали на этот фестиваль, я сразу, так примерно, сверивал, как бы, этих людей и представлял, вот этот алкаш напьется и ляжет, ему будет все равно. Вот этот вот, вот этот вот напьется и не ляжет, будет всю ночь тусить. Говорю, а я-то, мне же нужно ночью спать, я не пью. Как я там выживу? Я не смогу туда пойти. Кто будет лужу греть-то вместе? Да, и в итоге я больше туда никогда не ездил, но вот этот такой был очень занимательный опыт. Хорошо, что глаз не выбили, в принципе. Мне нравится. Я доволен. Крутая история. Юрий Николаевич, вам слово. Давай. А давай рассказывай. Ну, у меня нет, наверное, такой веселой истории, хотя один раз тоже был, на Куликовом поле ездил. А я, кстати, вот эти фотки из этого мероприятия скину, Франк, чтобы он обязательно это выложил. Я, кстати, даже, мне кажется, видел всех этих людей. Там было так, на многих, да? Они, говорит, пьяными, ночью ходили драться на бугурты. Это было отвратительно. Это я как будто попал на вот этот, не знаю, начало двухтысячных, как и на какую-то полную реконструкцию. А, ты про Куликовку рассказываешь? Про Куликовку. А, то есть ты был на Куликовке? Я был на Куликовке, да. Они, говорит, в тех же самых железках, они всегда так же пьяны, при этом как бы имеют о себе какое-то странное представление, потому что там какие-то маленькие люди, когда ты занимаешься, которые, но пьяные, пьяные, да, которые кого-то сейчас только что убили, так радовались, и там ручали, там прочее. А когда ты выпиваешь, ты становишься больше. Ты становишься больше, да, и агрессивнее. Это, короче, ужасно. Там было тоже холодно, мерзко. Да, я, кстати, вспомнил, это тоже были личные бугурты, все в порядке. Ну вот, это полный бред. У меня, честно говоря, конечно, могу вспомнить разные вещи. У меня нет прям такого супер запоминающегося чего-то. Но если мы пришли к травмам... Нет, ты сам запоминаешься, скажи, который тебе понравился больше всего. Понравился. Или который призол тебе больше пищи. Вы даже видите шов на коленке. Который больше пищи, чем тебе призол. Он просто в шортах. Если мы снимем страны, у нас тоже будут... Нет, Олег, прям много швов. Да, достаточно. У Леша больше швов, да. Просто больше швов. Он делал себя красивее дольше, более долгое время. У меня был один, не знаю, не помню, рассказывал ли этот случай на видео, мне рассказывал случай эпический, как меня воткнули в лицо рогатину. Да, рассказывал. Рассказывал. Рассказывал здесь на канале, не помнишь? Да, рассказывал, рассказывал. Нет, по-моему, нет. Как-то схватился и упал. Ну, ты без деталей рассказал. Это было в другом... Ну, давай с деталями, какая разница? Короче, просто мы перенесем сейчас из холодного, говорит, Куликовского, в жаркую Астраху. Промозглую и даже деливую Куликовского. Это была вторая, по-моему, Астрахань. Вот это мне стрелось точно в одну. Ой, я вспомнил крутую историю. Там было очень жарко, для понимания, говорит, там, когда дрались днем в бугуртах, там было в бугуртах, в поединках, это были поединки, там температура была где-то под 40. Очень жарко было. То есть нас там перекрывали плащами, поливали постоянно водой. Ну, как бы это прям была война самим с собой. Я вот, пока ты не начал рассказать эту историю, я, чтобы контекст создать, типа, чтобы помнил, насколько было жарко, я тогда дрался в кожаном доспехе. Кожаный доспех – это очень толстая кожа, там, 6-8 миллиметров, да, пропитанная пчелиным воском. Ну, вощеная она, короче. И из-за этого она становится такая достаточно дубовая и жесткая. Как пластик. Да, да. И это очень хорошо держит туда. Кроме тех случаев, когда ты в Астрахани. Потому что на этой жаре весь этот воск внутри кожи, он тает. Размакает. Да, и кожа становится мягче, чем даже просто без воска. И когда мы приехали туда, я надел свой доспех, и я понял, что, блин, да я почти голый. Потому что то, что еще вчера было жесткое, такое, как пластик кожи, дубовый, деревянный, теперь это такая очень хорошая, мягкая, провощённая кожа. Такой, как нежный. Нежная провасленная бумага. Да. Но так жарко было. Так вот. И вот, чтобы, так сказать, не мучить. То есть, понятно, одни сумасшедшие берутся в поединках, для них самое жаркое время, как бы, на них всем наплевать. Но чтобы всех остальных не мучить, ребят, которые приехали отдохнуть на фестиваль, решили сделать бугурты поздно вечером, потому что там по прохладе немножко, в ночи. Ночные бугурты, да. Ночные бугурты, я не помню, там факелы и прожекторы были. Свои прожекторы, прожекторы. Факелы и прожекторы. Ну, короче, не видно было нифига. То есть, видно, было иногда блеск оружия, когда оно поворачивалось плоскостью, говорит, и угол падения равнял сукроотражение. И ты видел легкие всполохи, говорит, железо, которое махалось перед тобой. Но дистанцию ты более-менее поменял. Ну, это время героев. Вот в какой-то момент как раз я как этот, как мы только что в одном из наших серий обсуждали, что ты должен был решить что-то героическое. И вот я понял, что в какой-то момент достал мой шанс. Против нас стоял строй алибордистов, которые периодически вот так вот били нас, и промахивались, попадали в песок. Вот один из моментов, я понял, что я поймал ту самую как бы дзен, поймал период, полупериод и прыгнул. А человек оказался, видимо, более ловкий, что-то я не рассчитал, и в момент прыжка поднял как раз рогатина на уровень моего лица. И вот этот момент был эпичный. То есть я почувствовал, как рогатина вошла мне в лоб, почувствовал кость, в которую она лотнулась, и как она медленно проползая вдоль черепа... Там кровь прям брызнула прямо из глазницы. Уперлась в затылок, в затылочную часть шлема. И вот самое неприятное было не это, а то, когда человек пытался извлечь, сказать, орудие преступления, и он пытался его как-то повернуть в какой-то момент. Но это, видимо, было настолько короткое, потому что Сослов он его сразу бросил. Но я понял, что у меня сейчас под рычагом череп просто вон-то и раздавится, потому что одна рогательная достаточно широкая штука. Немножко трепанируется. Да, то есть это не до пика, а широкая штука достаточно. То есть она упирается одним бортом в шлем, другим в череп, и начинает тебя немножко выдавливать. Мозг из черепной коробки. А у нее выбор либо продавит череп, либо шлем. В шлеме там не особо много места. Да, маленький, особенно в тех шлемах. Скорее всего, она продавит череп, а не в шлем. Единственный был вариант, говорит, умереть как герою, как в фильмах. То есть я схватил этот копье двумя руками, завалился на ног. И вот в этот момент человек бросил копье, он говорит, думал, убил, пацана. А такой хоп, и ушел. А Юра тогда дрался, если я правильно помню, у тебя был короткий строевой нож. Ну, пикотный нож. Наверное, да. Да, то есть это вот такое древковое, на достаточно коротком древке, не знаю, может, вот так вот. Это штумовые или бардеры? От земли, да. И вот с таким тяжелым железком. То есть это вот, чтобы как раз в строе пробегать и там рубить. И поэтому... Но, говорит, они срубили чуть-чуть раньше. А второй неприятный момент связанный с этим. Короче, шансов закрыться щитом у него нет. Да, я вот к этому и вел. То есть обычно Юра всегда дрался щитом, он мог бы прикрыться щитом. Наверное, да, кстати, этого не помню. Или заблокировать там эту поднимающуюся древко. А он вот с двумя руками только побежал, это было прямо передо мной. Я подумал, блин, Юра как герой побежал, надо побежать за ним. Хотя нет. Хотя бы он, наверное, в шпать ведь лежит. А самый второй момент неприятный. У нас, да, это было одним из мероприятий, на которых мы могли встретиться с Рамирой. Да. А с Рамирой у нас был принципиальный бой на кулаках. Да, там была смешная история. Да, смешная. И вот, короче, когда мы встретились с ним поутру, у меня вот эта штука на лбу. Но тебе говорят, ну, наверное, не в этот раз. Тебя уже помотало. И мы встретились с ним уже через год, только в следующем году. А потом дрались в одной команде еще. Да, нет, ну как бы, ты понимаешь, когда ты с человеком познакомился через подобное, то есть мы с ним подрались. Это был конфликт двух уважаемых донов. Да, поэтому у вас, скорее, с ним будет хорошее отношение, чем как бы... Гораздо более лучше, чем если мы с ним не подрались. Это, кстати, вопрос отвечания за слова, что очень важно. То есть, кто сейчас, как бы, слава богу, я не читаю интернеты, да? Но иногда, которые скидывают сообщения, говорят, ребята, следите за словами. Это очень важно. Интернет все помнит. Когда у Юры появится чуть больше свободного времени, он придет спрашивать. Это потому, что у нас были как раз вопросы о внутрикомных войнах, если мы возвращаемся до того, как все начиналось. Черная книжица, куда он записывает все свои обиды, которые нанесли ему или другим людям, но он еще не ответит. Моим близким. Моим близким, да. Или просто человек достаточно плох, что Юра считает, что такой человек не должен существовать. Все в чердаке есть. Короче, Юра есть тетрадь смерти. Да, но я хотел сказать про ничего подругое. А про это гораздо более важно. Да, про то, что у нас была один из таких встреч, это кто-то в интернете со стороны Ревонцев писал. И мы с Джеком, даже в итоге, их должно было быть двое. Мишан второго не помню. Вот Мишан слился, а второй остался парень. И так как у нас с Джеком должно было быть два поединка с людьми, которые неуважительно писали по поводу моей ролевой команды и по поводу чего-то еще. Он остался один. Мы кидали жеребий. Кто с ним будет драться? Выиграл Джек. Ему повезло. Честно говоря, у парня был выбор между плохим и очень плохим. Джек и Лимонду. Между Львовом и Крокодилом? Да. А что с ним сделал Джек? К тому, что человек вышел драться, это достойно уважения. И вы его с уважением похоронили? У него нет. Можно говорить с Лимонцами. Как это было? Какой-то из моментов Джек ударил человека по голове, сломался. Сложно, сабля. Сабля-палаш. Плашевидная. Лимонск говорит, он сломал меч, мы победили. И все, когда это все закончилось, к сожалению. А так, немножко не хватило. Джек пытался продолжить драться вот этой штукой, но ему не дали. Но все равно. У вас еще были правила какие-то. Ну слушай, это было прям... Причем правила, которые... Они вас развели. Правила, которые мне сказали. Ты был? По-моему, я даже это видел. Это был на смотре. А, тогда нет. А, это вообще, это еще было какое-то детство. Я просто помню какой-то эпизод на выборге. Все, все, все. Это было в детстве. Нет, потом были другие замерзли. Потом их уже нельзя было так просто развести. Да. Вот, например, я расскажу вам маленький случай, когда... Я просто знаю, что бывает так, когда у тебя, допустим, меч сломался. Или ты получил в палец, палец сломался, и ты не можешь больше драться. А поединок не закончен. Поэтому... Это уже появилось, и было через два, через три. Опыт, опыт, да. Поэтому в следующие разы, когда я с кем-то сражался, например, без доспехов, я всегда говорил ему, одень шлем. Они говорят, ха-ха-ха, какой шлем, типа, мы герои. Я говорю, нет-нет-нет, подожди. Если у тебя падут шлем, ты же не сможешь дальше продолжать драться, если ты будешь без шлема. Он такой, ну ладно. Я говорю, и перчатки. Он такой, еще и перчатки. Я говорю, я не хочу, чтобы жалкий перелом пальца явился концом нашего поединка. И тогда уже было гораздо интереснее. Но это опять же с опытом приходит. Вставай, царевич Троя, не хочу, чтобы какой-то камень забрал меня, слава. Хорошо, давайте я расскажу про свой самый... Слушай, а можно пристыть, на секунду? Конечно, конечно. Почему бы и нет? Пристыть, пожалуйста. Все, пожалуйста. Убрал звук. Ты сбил. Ты все, ты испортил. Наоборот, у меня появился шанс подумать. Магию. Все, я вернул звук, да? Магия. Полетели. Тогда я сейчас расскажу про свой самый запоминающийся бугурт. Я долго думал, что же это могло быть. Там было несколько вариантов. Но я решил, что стоит рассказать про свой самый первый стальной бугурт. Потому что в целом он один из тех, которым действительно запомнился и сам первый. То есть ничего не было лучше первого опыта? Я не помню, как бы, свои действия. Но я помню, что это, по сути, был мой первый опыт взгляда на все это изнутри. Это как в песне. Я хочу, как в первый раз. И поэтому пока. Поэтому пока. Короче, это был какой-то выезд в Москву. Наверное, году 2006. Может быть, осенью 2006. Я уже год ходил в ПЛК. Я занимался. Но у меня не было своего доспеха. И доспех мне дали, по-моему, Игоря Эка. Я не помню, с кем мы дрались в Москве. Но вот мы приехали. Это был какой-то парк. Может быть, это был парк Коломенска. Вот уже забанены из-за Клима Александровича Жукова. И мы дрались с Гастами на такое... Ты помнишь песню «Бироцефал»? Что? «Бироцефал» песню помнишь? Нет. Значит, не с Гастами. Продолжай. В общем, по-моему, это был в парке Коломенска. Вот где-то там. Я не помню, с кем мы дрались. Это первый раз, когда на меня надели железки. То есть я до этого... Нет, ладно, не первый раз, когда на меня надели железки. Я все-таки уже на тренировках дрался. Но в основном это были поединки. А на тренировках, если были какие-то групповые бои, то они были относительно групповые. 5 на 5, 4 на 6. А тут мы вышли, но действительно был строй. Предположим, там было человек 50 на 50. Что для меня тогда, мне было 18-19 лет, было очень впечатляюще. Гасты были за нос или против? Я не помню вообще. Ну, скорее за. Тогда мы с ними дружили. И я помню это ощущение. Я стоял в первом ряду, в чужом доспехе. Он был чудовищно тяжелый. У меня был этот классный фальшон из Каирки. Или Каирка, как он? Из Каирки. Из Каирки, да. Каирка. Ну, мы его звали просто Каирка. Общая захоронение близ села Каирка. Кулачный щит, вот этот иранский тюрбановидный шлем. Я стою в первом ряду. Перед нами стоят противники. Огромные витязи, богатыри, просто чудовищно страшные. Кто-то с огромным двуручным мечом. И я помню ощущение, что... У меня ощущение, что они все смотрят на меня. Они все сюда пришли, зная, что приду я. И они пришли дать мне... Вот у меня надо сказать картинку, где сидит маленькая белая девочка. Да, да, да. То есть я вроде как осознавал... У меня еще не было развитого чувства плеча. Я не понимал, что я часть большого строя. Что нас тоже вообще-то дофига. И мы сейчас им наваляем. Мы им наваляли. Но вот было ощущение, даже как-то в фильмах, когда жух, на тебя камера наплывает. И все смотрят на тебя. И все такие... Нет, на тебя. Говорят, ты пожалеешь, что ты сюда приехал, щенок. Я не помню, честно, весь этот бугурт. Это все разбилось на какие-то эпизоды. То есть я в нем не выступил никак героически. То есть я, ну, типа, просто ходил, постарался не умереть. Может быть, кого-то ударил, может быть, упал. Я не помню. Но были там такие страшные эпизоды. А, нет, в каком-то момент я все-таки упал, я помню. И стоит Саша Мутант. Он огромный человек. А при этом он еще был в шлеме Таганча. А Таганча это шлем еще с очень длинной пикой такой, навершив. Он был полностью в кольчужном доспехе. И у него сверху был одет панцирь этот. Да-да-да, да-да, да. Далмонта. Это был 2006 год. Это мы дрались против клуба Гастингс. Это единственное, что люди согласились с нами драться, потому что мы были забанены целый год на всех мероприятиях. Для меня уже бой закончился, я сижу на жопе. Ну, видимо, все-таки меня как-то там уронили, да? Вроде больно не было, то есть... А, какой-то чувак с двуручником как раз меня вырубил. Ну, я думал, что на самом деле он скорее... Я упал скорее от того, что это был... Нет, от того, что мне было страшно, а не от того, что он сильно ударил. Ну, был какой-то замес с чуваком с двуручником. В итоге я сижу на жопе, я смотрю, как, кстати, Саша Мутант заслоняет солнце с собой. И стоит понимать, у него реально очень маленький шлем Таганча. Такой прям хороший, красивый, реконструкторский. Уши, ну, закрыты. Откосительные его пропорции маленький шлем. Вот так вот. Закрыто. Ну, у него висит бармица, нет каких-то там... Причем это реконструкторский шлем, то есть он досюда, а дальше бармица. То есть это не как сейчас, когда у тебя, по сути, бацинет, но он так декорирован кольчугой. Вот он стоит, заслоняет солнце, кто-то подлетает и просто херачит ему от жопы алебарды в ухо. Бах! Еще раз повторю, то есть у него под кольчугой только вот тонкий поддоспешник. Ну, не тонкий, какой-то поддоспешник. Он делает вот так, но не падает, там как-то приходит в себя, поворачивается. Видит человек. Бьет ему кулаком, хотя у него вроде рогатина есть в руке, он как-то бьет ему кулаком. Я не знаю, там, может быть, это все было не так, но в моей памяти это вот так. Нет, это, скорее всего, было не так. Бьет человеку просто в голову, то подкашиваются ноги, он падает. Саша такой стоит, такой держится одной рукой за свою рогатину, вторую за голову. Такой, видишь, кто-то к нему подходит, типа, ты как? А он задает вопрос, такой, князь, жив? Саша Панкратов. Говорю, мне 17-18 лет, может, 19, вспомнить. Я просто думаю, это просто какие-то герои сейчас. Я в каком-то эпосе вообще, что происходит, как же это круто. Вот такое у меня было впечатление. Когда ему, вот когда чувак заносил свою лебарду, чтобы ударить ему в ухо, я думал, что сейчас у меня на глазах впервые убьют человека. Я смотрел очень внимательно, я думал, типа, и... Ничего не произошло, да? Я такой, а потом Саша взял этого парня, чтобы ударить ему в лицо, и подумал, сейчас убьют человека. Он ему там как-то хлопнул, у человека подкатились. С ноги, я подумал, ну этого, наверное, точно убьют. Кстати, напишите, у нас есть отличная идея, мы хотим пригласить Александра к нам в гости. Мы купим диван побольше? Ну или сядем отдельно вокруг. Сядем рядом просто вокруг дивана, а Саня займет диван. Причем это должен быть момент, когда ты точно тоже придешь, потому что Саша мутант настолько огромный, что на фоне него Леша выглядит примерно как я на фоне Леши. Надо еще, да, чтобы попросить вот гонщу, чтобы все померить. Чтобы выяснилось, что на самом деле это огромное ведро. На самом деле это гонща у него огромное, все в порядке. Просто на Александре рассмотрится гармонично, потому что он сам огромный. Ну я был в диком восторге. Я вообще не подозревал, что человек способен выжить после такого. Я, ну, честно, я вот сейчас это вспоминаю. Это просто какой-то трепет. Ну потому что, ну реально, все шло к тому, что ему сейчас проломят череп. А этого не случилось. Потрясающий человек. Потрясающее везение. Отличный рассказ, Макс. Я даже не знал, что ты настолько впечатлительный. Так и не скажешь. Ты такой циник. А в тот момент ты прямо такой... 2006 год, мне 19 лет. Максим, а потом ты понял, что это все работает не так? Убили, убили. Можно я пару копеек ставлю по поводу ужаса от удара человека своего? Ужас от удара. Да, вот когда Макс говорит, что сейчас его ударят, там, или Саша ударит, и все, там будет труп. Вот я один раз на битве наций, когда мы с Олегом Хорошининым, когда он еще был с нами. За или против? И такая слеза покатилась. Я держал какого-то украинца. У нас была драка 5 на 5. Я взял какого-то украинца. Видел, как Олег подбегает. Он замахнулся хоккейным ударом своей сетирой мамлюкской. Я, честно говоря, уже представил. Забегая вперед, думал, сейчас я вот это тело отпускаю без ног просто. Оно падает, потому что там такой подкашивающий удар был. Мне еще было страшно, что он еще мне заодно что-нибудь отрубит. Конечно. Случайно. Это, кстати, была частая история, когда на одном углу Юра держит какого-то человека, и бежит Олег с криком «Юра, просто ровно держи!» Держи его, не фиксируй. И в один из таких моментов случился самый комичный самофраг в жизни. Олег бежал, чтобы ударить кого-то человека. У него с ноги слетел поношь, он об этот поношь споткнулся и упал. И он уступил на него. И оторвал себе переднюю крестеобразную связку. Так очень... Комично, действительно. Минусульдэ наказал за что-то. Действительно, кричит за что-то. Видимо, было за что-то. Как и меня, за то, что мы отходили от его наветов. Еще помню такой страшный момент. Благодаря чужим наветам мы отходили от заветов. Короче, послушайте, в Выборге была история. Тоже какой-то там бой 5 на 5. Еще команда «Оплот добра», то есть это старая ПЛК-шная команда. И мы деремся как раз против Питерского Берна. Почему я помню, что против Питерского Берна, потому что там был Денис Агеев. И кто-то его так загнул, вот в такую позицию. Вот у него голова так хорошо выставлена прям под удар. А здесь опора аресталища. И Юра с разбега, с другого конца, так ему в эту голову бах, эта голова так бьется в эту опору. И Денис вот так вот... Это в Выборге было? Да-да, в Выборге. Оплывает и падает. Я тоже подумал, ну все. Ну вот так хорошо стояло. Ну да, типа, а какие еще были варианты? Ну как еще можно было сделать? Ну типа, тут все так сложилось, что ты просто заложен в ситуации. Вы знаете, да, я видел разнообразный момент, когда человек бьет ногой или оружием, или еще чем-то с такой силой человека, стоящего в бортиках, что он бьется голова в бортик и погибает не от этого удара, а от этого двойного удара в бортик. А помнишь, в Зарайске был чувак, он на тебе повис, ты уже вот так вот отдавил, он держится за тебя вот так. Я к нему подбегаю, у него получается, ну, примерно на уровне колена голова. Кикстартер. Очень удобно. Я ему сначала бью туда просто в лицо несколько раз сабли, понимаю, что это не помогает, я просто подпрыгиваю и вот так вот кирачу в шею. И только когда он упал, я на секунду подумал, что, блин, наверное, это был перебор. А как называется этот удар, когда ты подпрыгал и бьешь ногой? Ну это кикстартер называется. Вы знаете, да что далеко ходить? Сейчас у нас был совсем недавно турнир Кубка Александра Невского, там наши школьники сражались, и на смотке есть такой маленький Клим, он забежал, в углу стал я и Ярослав. Он пробежал мимо Ярослава, радостно такой, оббегая его, как раз под замах Ярослава, и как раз под замах мой. Я думаю, ну тут кто-то один может ударить, или я, или Ярослав. Я думаю, пусть ударит Ярослав, у него позиция удобнее. Как раз ударил его, Клим ударился головой в бортик и упал. Но я, на то время, стало очень жалко Клима, потому что он только научился бегать, прыгать. Клим остался жив и здоров, но он очень удивился. Но морально, на самом деле, все эти истории таковы. Во-первых, люди куда сильнее, чем вы думаете. Крепче. Крепче, да. Человеческое тело, оно как бы способно терпеть много побоев. Много разных побоев. А второе, эти доспехи, они действительно очень хорошо защищают. Потому что, если ты не подготовленный, смотришь на то, что происходит в боях 12 на 12, я вот общался со зрителями, точнее, слушал, что они между собой говорят. Это когда они были рады, что ты с ними на ресталища вместе находишься? Не, на ресталища, на трибунах. На трибунах? Ну, люди прям шокированы. Когда у тебя уже есть насмотрение, ты думаешь, ну, удар, удар. Это сейчас ты просто стал циником. Вот раньше ты такой, вот сейчас. Эпические воины, да. Но приятно, что на людей это оказывает все такое же впечатление, как на меня в 19 лет. Возможно, я бы тоже 19. Все? Ну, в общем-то, мы все обсудили. И очень понравился романтический момент Максима. Слушайте, ну вот, да, романтика. Очень приятно, что Максим помнит настолько ярко свое романтическое вливание в это все. Прикольно, если люди, знаешь, посмотрели интро, посмотрели аутро, думают, что же там было-то? Романтика, она как-то... Это было яркое впечатление. Это на самом деле у всех было. Просто Максим прямо нам напомнил нам, ну, меня, по крайней мере, это уж точно мое спосприятие, когда я вот пришел. Так что мы бы о романтике поговорим в следующий раз, да? На самом деле все эти люди, которые крошат друг друга на рестайлищах, они в душе романтики. Их привлекла вот просто эта рыцарская эстетика и романтика. Это все книжные дети, если понимаете, о чем я. Да, как они олдскульные точно книжные. Так, да, Алексей? Все. Все, до новых встреч.